У меня лежит на сердце, чтобы мы обратили внимание на ходатайственную молитву. Вы помните, как Господь сообщает Аврааму о своем намерении уничтожить Содом? Когда двое ангелов уже направляется к этому городу, Писание говорит нам, что Авраам ходатайствует за этот город в молитве пред Богом. Пятьдесят, сорок, пять, сорок, тридцать, двадцать, десять. Вы знаете, братья, сейчас тоже очень такая сложная ситуация, братья и сестры. Я хочу призвать себя и вас молиться ходатайственной молитвой за города, в которых мы живем, за страну, в которой мы живем, за людей, которые сейчас больны. Многие ожесточают свое сердце, чтобы в этих обстоятельствах люди к Господу потянулись, чтобы мы, как народ Божий, думали сейчас не только о себе, а за людей вокруг нас. Ходатайственная молитва – это особый вид молитвы, это самый благородный вид молитвы. Мы тогда выходим из своего «я». И как результат у нас интересы расширяются, у нас сочувствие углубляется, у нас появляется радость. Почему? Потому что, помните, Иисус говорил, Иоанна 16, 24, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иисус молился. Происходит уподобление Христу. Помните, Он Петру говорил, «Я молился о тебе». Пусть Бог благословит нас. Молиться ходатайственной молитвой. По примеру Господа нашего Иисуса Христа. По примеру многих мужей Божьих, которые в послушании Богу так молились. И как результат, молитва Авраама. Мы читаем уже в 19 главе такие слова. 29 стих. «И было, когда Бог истреблял города окрестностей, вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Благослови нас, Господь, объединиться сейчас в ходатайственной молитве 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова